Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии. Меня зовут Лена. У меня сегодня, как видите, ручки в кадре. Как всегда, за кадром моя бабака, которая носится. Там у меня кот с ума сошел, как вечер начинается. Гонки по вертикали. Ну, те, кто имеет животных, наверное, все к этому уже привычные. Так что я тоже думаю, что вы на это не будете обращать внимания. Я к вам сегодня с подборочкой ароматов на начало весны. Весна, во всяком случае, в нашем регионе еще долго будет прохладной. Но уже, как говорится, светит яркое солнышко. Птички чирикают. Уже настроение все равно весеннее. Пусть весна и календарная. Но мы уже этому всему очень и очень рады. В общем, если вам интересно послушать, о чем я сегодня, оставайтесь со мной. Ну и что, мои дорогие, давайте начнем. Не будем затягивать. Один из первых ароматов, который у меня ассоциируется с началом весны, это у меня Lancome Trezor in Love. Это прекраснейшая, чуть свежая от груши композиция с переплетением персиков, абрикосов, множество цветов. Все это фиалковая нежная пудри. Это женственно, это девичьи и в то же время элегантно. Всегда, еще раз повторюсь, ассоциируется у меня с весенними денечками. Поднимает настроение. Замечаешь яркое солнышко чирикающих птичек. В общем, аромат весеннего настроения Trezor in Love. Всегда весной стараюсь его поносить. Следующий такой аромат, ну это у меня Chanel номер 5, номер 5 Le. Это единственная версия пятерки у меня. И тоже у меня ассоциируется с весной. Достаточно редко его ношу на пару денечков. Но это действительно весенний аромат. Такие ароматы называют ароматами весты, ароматы чистоты. Здесь есть отголоски классической пятерки. Но все это каких-то таких немножко, не немножко, здесь очень много альдегидов. Вся такая какая-то свежесть во флаконе, чистота во флаконе. Просто какая-то даже порошковая здесь присутствует. Но это так красиво, это так звонко в прохладном весеннем воздухе. Chanel номер 5 Le. Очень красивые ароматы. Тоже ассоциируются у меня всегда с началом весны. Следующий парфюм от любимого еще во мною бренда True Sardi. Это True Sardi My Name. Я брала от Эстера, он не приходил без крышки. Я уже ему какую-то крышку от чего-то приспособила. Но я так смотрю, она ему очень даже и неплохо и подходит. Это тоже милейшая композиция. Тоже можно сказать аромат невесты, аромат чистоты. Это легкая какая-то нотка сирени. Можно ее даже в принципе здесь и не вычленить. Но вот она какую-то свежесть придает этому аромату. Но в основном все-таки это какая-то кремовость, это ванильность, это пудровость. Все это в такой какой-то дыньке гелиотропа. Очень красиво, очень нежно. Супер весенний, супер женственный аромат. Тоже на весну просто прелесть. Прелестная любовь моя, любовная. Еще один аромат, но у меня это для пяти рок-нуар версии, по-моему, это леджер называется. Ну, кружевное платьишко. Это тоже веселая такая, вы знаете. Милейшая чайная композиция. Девчачий ароматик такой с компотиком из вишни, из малины. Ну, просто, действительно, такой же, как и кружевное платьишко. Такой нежный, чуть-чуть пудровый, легкий, летящий. В общем, тоже весеннее настроение вам обеспечено. Кружевное платьишко от Геролент. Для пяти рок-нуар. Красота красотой. Еще один аромат, который я с удовольствием сейчас буду носить, достала. Это у меня Живанши от Кутюр. У меня еще флакон в такой старой версии. Знаю, что многие за такой версией огоняются. Мне повезло. А я себе его вырвала именно в такой версии. У меня уже, вы знаете, немножко жидкость стала темнеть. Был он чуть-чуть посветлее. Ну, все-таки, скорее всего, нотки ванили здесь. Да и не скорее всего, они здесь и присутствуют. Но все же это какая-то терпкость, как будто бы чайных немножко аккордов. Чай этот с малиной. Какое-то легкое здесь сухотравье, которое дает такой как будто бы намек, что здесь присутствуют табачные нотки. Какая-то даже замшевость здесь. Очень красивая малина в обрамлении вот таких вот отековатых нот. Прелесть тоже на весну. Красивый. Такой немножко строгий аромат. Женственный, элегантный. Ну, просто тоже прелесть во флаконе. Сейчас сам раз. Хлоя намат у меня. Хлоя, Хлоя. Я ее называю Хлоечка намат. У меня в туалетной воде. Ну, вы знаете, это прекраснейшая слива Мирабель. Я, видите, веревочку вот эту завязала, потому что иногда берешь флакон. Как-то мне надо ее еще придумать. То ли вокруг флакона как-то намотать, снять ее нереально. Вот эту замшевую весюльку. Но бывает, что флаконы представляешь, можешь и уронить из-за этой весюльки. Это слива Мирабель с кислинкой, с такой немножечко даже с перчинкой. Немножко розы. Аромат такой какой-то плотный. Да, в базе любого моха. Но с этой плотностью он все равно как будто бы с воздухом. То есть у меня есть версия Абсолют. Там, конечно, все такое более глубокое звучание, более насыщенное. Здесь все-таки полегче. Мне очень нравится. Но некоторые с меня обоняя, вообще называют, что это аромат какой-то ретро. Я здесь ретро не слышу. Красивейшая это слива с кислинкой. С мушистой такой красивой томной базой. Очень женственный, тоже очень элегантный. Сейчас весной тоже будет очень и очень красив. Следующая композиция. Это у меня по карабам Олимпия Блоссом. Такой же он, вы знаете, поднимающий настроение, как и сам флакончик. Море цветов. Море фруктов. Позитивный, яркий, сочный. Настроение действительно вам хорошее обеспечено. Это груша, смородина, ваниль. Какие-то солоноватые нотки. В общем, прелесть. На весну по карабам Олимпия Блоссом. Тоже красивейшая, прекрасивейшая композиция. Следующий аромат. Ну, это аромат у меня Азаги Кевальтер. Дис и Сасс. Считаю его полнейшим унисексом. Здесь ноточки сандала немножко рассолят. Но мне эта рассольность не мешает. Вы знаете, я иногда ее слышу. А иногда как-то она, рассольность проходит от меня стороной. Может быть, действительно, это время года какое-то. Зима, лето. Мне кажется, летом все-таки больше каких-то рассольных ноточек. Чуть в прохладу. А здесь все-таки больше какой-то ванили. Легкой кремовости этого сандала. Какая-то и свежесть, и молочность. Все здесь в меру древесные аккорды. Приятнейший аромат. Тоже считаю, что сейчас на весну, на прохладные денечки. Тоже красивая композиция. Ну, как-то я закрываю свои ароматы маленьких флакончиков. Ну, ладно, что поделать, будет так. Следующий, не менее красивейший аромат. Но это у меня от Carolina Herrera Good Girl версии Blush. Это пудровая композиция. Это розовая композиция. Вы знаете, вот такая же она какая-то розовая, кремовая. Вот как олицетворение вот этого флакончика. Женственно, нежно. И ваниль, и какие-то и ландыши здесь, и море других цветов. Ну, просто прелесть во флаконе. Нежнейшая пудровая, кремовая композиция. Многие говорят, что их душит этот аромат, меня не душит. Все-таки слышится здесь и ДНК классической туфельки, и миндальные аккорды, и ванильные аккорды. В общем, здесь есть и дымность, как от бобов тонко. В общем, все здесь присутствует. То есть, ну, плюс еще кремовые, такие легкие цветы, как пионы, розы. В общем, букет цветов во флаконе с пудрой. Arman Basi in Red у меня Blooming Fashion. Такая льдинка, ну, такой флакончик. Вы знаете, вот почему-то мне даже олицетворяют, вот, когда вот проталинки какие-то появляются на сугробах. Я помню, в детстве мы эти проталины грызли, ой, господи, все ели, сосульки сосали, проталины грызли, никто ничем не болел, никаких вирусов болячих, да, все были счастливы и довольны. Ой, ребят, ну это тоже, ну это такая прелесть, это такая няшка, это такая милота. Это крышка Arman Basi, девчонки меня научили, Анютка, моя любимая подписчица, сказала мне, что вот он, оказывается, поворачивается-то вот так, крышку, а ее попробую вот таким образом снимить. В общем-то, по аромату это такая, вы знаете, сочность во флаконе. Здесь и красные яблоки с легкой какой-то кислинкой и сладость экзотических фруктов. Даже белый шоколад заявлен в этом аромате, но он совершенно не душит, он не переслащен, он такой игривый, он такой позитивный. Это вот просто вот счастье во флаконе, появился у меня он не сильно давно, все равно нет-нет, я его на себя наношу. Но это красота, это прелесть, это просто вот сейчас весной самый такой must-have, поднимать себе настроение после зимних, затяжных, как говорится, ночей и вечеров в самый-самый раз. Нарцисса Родригес, флёр маск, флёр, эду туалет, флораль. Ой, тоже, вот как вот выглядит флакончик, открою крышку, что такая плотность, как и Гавулькин. Как выглядит и флакончик, такой же и аромат. Это пудровая роза, это кремовая роза, нежнейший, такая, знаете, розочка с каким-то таким милейшим, чуть-чуть телесным мускусом. Просто нежность во флаконе, женственность во флаконе, девичесть во флаконе, это тоже красота, можно сказать, это тоже аромат невесты и какой-то и чистоты, и свежести, и в то же время благоухает букетом цветов. Ну, просто тоже весенний аромат, настроение весны поднимает мне настроение. И, надеюсь, тоже вы присмотритесь к этому аромату, если он у вас есть весной, будете с удовольствием его найти. Ещё один аромат, ну, это у меня кинзо, волт, версии туалетной воды. Ох, это охапка белых цветов, это корзина фруктов. Всё это тоже в пудре, всё это в какой-то кремовости, сладость, такая окутывающая, просто в нём так уютно, так хорошо, на прохладном весеннем воздухе. Ну, это просто позитив, яркость, такой красивый, жизнерадостный. Ну, просто девчачья прелесть, как говорится, кинзо, волт, эду туалет. Тоже красивейшая композиция, сейчас на весну будет в самый-самый раз. Джордана Бенессери Помпея Гарден. Этот аромат очень похож с Dolce & Gabbana Femme, если кто-то хотел себе Dolce & Gabbana Femme, я не помню именно версии классической Femme, не знаю, сколько стоит, но версии Intense, я посмотрела, наверное, сняли, просто бешеных каких-то денег стоит. Дорогие мои, это, как говорится, приемлемая по цене ниша, совершенно просто присмотритесь к аромату. А кому нравится версия Dolce & Gabbana, это, я вам скажу, будет полнейшая замена. Они схожи, вот, грубо говоря, чуть ли на 99%, хотя вот в Помпея Гарден, там пирамида, вот такая, вот такая, я здесь слышу. Кремовые белые цветы, пудровые, сливочные. Одновременно, какие-то, такое ощущение, что здесь тоже какой-то зефир или маршмеллоу. Очень тоже элегантный, очень женственный, очень такой уютный, в таком аромате женщину замечают. Это действительно какой-то аромат и уходовости, и кремовости. Просто прелесть сейчас на весну, на прохладные денечки, тоже очень-очень красивая композиция. Кому нравится Dolce & Gabbana версии FEM, присмотритесь. Джордана Бенессери, это брат у нас, по-моему, Тициана Терензи, Паула Терензи, производит эти ароматы. Выносящих мускусов мозг здесь не присутствует. В общем, красота. Присмотритесь к этому аромату. Burberry Breed в туалетной воде. Это еще одна моя из любимейших композиций на весну. Это яркая, сочная груша. Эта груша присыпана сахарком, миндальными лепестками. Здесь и свежесть, здесь тоже и кремовость. Заявлен сахар, да, он сладковатный, я бы не сказала, что слепательный. Тоже весной поднимет настроение, зарядит позитивом. Это хорошее настроение всегда будет обеспечено в этом аромате. Шлейф красивый, длинный, стойкий и прелестный аромат. Тоже сейчас на весну в самый раз. Еще одна композиция, которую достала, тоже сейчас буду с удовольствием носить. Ну, это у меня Mademoiselle Rocha in Black от Rocha. Аромат чуть с медицинскими нотками. Многие не слышат этих медицинских ноток. Тем самым он мне немножечко напоминает Baccarou. Ну, это очень носибельная версия. Совершенно здесь все это не напряжно. Это просто придает какой-то свежести, немножко минеральности аромату. Аромат с чайными нотками. Со свежестью бергамота. Здесь заявлено ежевикой. Да, ее здесь можно расслышать. Легкая даже замшивость присутствует здесь. Красивые. И цветы с легкой сладостью. Немного медицинки. И медицинку эту я то слышу, то нет. В общем, прелестнейший аромат. Тоже на весну сейчас. Ну, вот прелестная композиция. Не знаю, по-моему, тоже снятый аромат. Даже не проверяла, какие цены. Но аромат красивый. В свое время я пожалела, что взяла всего лишь тридцаточку. Ну, и дорогие мои, напоследок мы с вами распакуем аромат, который появился у меня сейчас. Я его очень себе захотела, потому что у меня в свое время был пробничек Гуччи Блум. Это Гуччи Блум Метари де Фиори. Но я читала на фрагрантике, по-моему, их с Гуччи Блум очень и очень сравнивают. У меня даже есть вот такой вот пробничек. Но я уже сносила несколько таких пробников. И как сейчас я вспоминаю, мы как-то пошли с девчонками в кафе. И я, представляете, забыла что-то на себя нанести, какой-то аромат. Но у меня всегда в сумочке в формате вот от Леванта, пробничков, особенно на рандеву. Люблю заказывать по полтора миллилитра. Я в сумку кинул, побежал. Всегда они у меня там есть. То есть, если вдруг я забыла, это редко случается, но бывает. То есть, всегда достала, что-то на себя нанес. Естественно, если что-то заказываете на рандеву, не забывайте экономить и применять мой промокодик на 10% скидочки. Мелочь, но приятно. Ну, а денежек, если не хватает, можем заказать и рассчитаться за аромат в рассрочку за несколько раз. Ну, так вот, дорогие мои, пошли мы с девчонками в кафе. Я забыла что-то на себя нанести. Достала Gucci Bloom. Несколько распылений. Дорогие мои, ко мне подходили просто-напросто за вечер человек. Ну, три женщины. Это точно именно женщины. Давайте пока начну распечатывать. О, что-то у меня тут все какое-то такое хлипенькое. Ароматик приехал мне, ну, достаточно уже давненько, уже постоял, наверное, обдумался. Ну, на фрагрантике, во всяком случае, говорят, что не слишком у них какие-то развлечия звучит. Давайте же будем с вами открывать маленький такой милый здесь флакончик. Так вот, три женщины ко мне подошли. Это сто процентов. Спросили девушка, что за аромат, как от вас приятно пахнет. Шлейф просто был по всему кафе. Все просто крутили головами, от кого так пахнет, кто понимал, от кого подходили, спрашивали. В общем, аромат вызвал фурор. Для меня это запах белых цветов во голове. Мне здесь больше слышится жасмин. Ну, и, конечно же, кремово-фруктовая тубероза. Аромат громкий, аромат насыщенный, аромат просто с ног сшибательный. Давайте же с вами уже попробуем блумнитари де фиори. Мне уже просто не терпится... Один холостой пишет, был. Уже не терпится их сравнить. Я вам зачитаю пирамидку. Здесь имбирь, роза, тубероза, жасмин, жимолась, какой-то квискалис индийский, мускус, асмантус и пачули. Тогда, когда в гуче блумн у нас жасмин, тубероза и кваскалис. Что такое кваскалис? Ну, как бы, чтобы это не значило, но вот какой-то кваскалис. Нет. И что вам могу сказать? Разница все-таки есть. Если здесь у нас главенствует жасмин с туберозой, с кремовыми какими-то аккордами, чуть-чуть какая-то фруктовость, древесные ноточки, то здесь у меня все-таки есть больше свежих ноточек. Больше свежести, наверное, все-таки имбирь, скорее всего, ягодные вот эти нотки жимолости. Да, и мускус, и асмантус. Нет, асмантус я не сказала бы, что. Ну, кремовость. Мне кажется, что если асмантус, то, наверное, он все-таки придает кремовое. Я не слышу какие-то абрикосы, персики. Ну, пока. Во всяком случае, пока. Да, жасмин. Да, белые цветы. Но все же здесь, во всяком случае, сейчас в старте больше свежести. Больше свежести. Мне кажется, даже больше немножко прозрачности и легкости. То есть Гуччи Блум, это, вы знаете, ну, аромат, я вам скажу, ну, не каждому. Да, и, наверное, этот аромат зайдет не всем. То есть это прям любители. Знаете, я даже слышу какую-то, как будто даже немножко огуречную свежесть. Что это такое? Ну, во всяком случае, дорогие мои, пока. Да, есть отголосок Гуччи Блум. Но здесь все-таки все разбавлено немножко вот этими свежими нотками. Может быть, это жимолость мне вот или какой-то вот этот квискалис индийский дает какую-то вот такую огуречно-свежую нотку. Ну, интересный. Интересный, ничем не хуже Гуччи Блум. У меня, если честно, в пробников Гуччи Блум штучек 5. Поэтому у меня теперь и этот, и этот аромат сейчас на весну красивый, бело-цветочный, тоже женственный, громкий, насыщенный, напористый. Ну, хотя на фраге пишут, что эта версия немножко тише, чем у Гуччи Блум. Наверное, немножко усовершенствовали, потому что немногим нравится Гуччи Блум именно. Не знаю, мне и та, и та версия очень, очень заходят. Вот я говорю, больше здесь свежести. Имбирь я бы не сказала, что он там какую-то остроту придает. Все-таки я тоже думаю, что он здесь играет там именно такую ключевую роль свежести. Ой, ну классный. Такой же жасмин, кремовость туберозы. Прелесть, прелесть, прелесть. Буду разнашивать. Совершенная не ошиблась. Слепую по отзывам. Ну, сравнивали с Гуччи Блум флагманской версией. Раз мне нравится флагман, но я так и подумала, что и фланкер мне обязательно зайдет. Классный, красивый. Я говорю, это тридцаточки просто за глаза, потому что он напористый, насыщенный, очень стойкий и громкий аромат. Ну, посмотрим, как эта версия. Ну, а я вам, дорогие мои, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok